Мазда 6 Мазда 6 Мазда 6 Мазда 6 Мазда 6 Мазда 7 Мазда 6 Мазда 7 цех, которые отличаются главным образом емкостью аккумулятора и запасом хода. Базовый вариант называется Isca Active EV и использует литий-железо-фосфатную батарею, которая является не только более долговечной, но и менее восприимчивой к температурным колебаниям. Она предлагает общую емкость 68,8 кВт-ч и обеспечивает запас хода до 479 км в соответствии с циклом WLTP. А электродвигатель мощностью 258 л.с. и крутящим моментом 320 Нм обеспечивает ускорение от 0 до 100 км в час всего за 7,6 секунды. Функция быстрой зарядки имеет мощность до 200 кВт, обеспечивая возможность пополнить заряд батареи с 10 до 80% за 22 минуты. Второй вариант с большим запасом хода. С другой стороны, использует никель-кобальт-марганцевую батарею емкостью 80 кВт-часа. Это обеспечивает запас хода до 552 км. Несмотря на несколько меньшую мощность 245 л.с., крутящий момент остается неизменным и составляет 320 Нм. Разгон от 0 до 100 км в час немного хуже 7,8 секунды. При быстрой зарядке версия для дальнего действия достигает максимума 95 кВт, что означает, что цикл зарядки от 10 до 80% занимает примерно 45 минут. Обе версии разгоняются до максимальной скорости 175 км в час. Оба варианта оснащены трехфазным подключением переменного тока, позволяющим использовать 11-киловаттное зарядное устройство. Полный цикл зарядки через домашнее устройство занимает от 8 до 9,5 часов в зависимости от размера батареи. Электрическая Мазда 6 – это уже не седан, а лифтбэк. К тому же, она несколько больше предшественницы с размерами 4921 мм в длину, 1890 мм в ширину, 1485 мм высотой. Таким образом, автомобиль вырос в длину на 51 мм, в ширину на 50 мм и в высоту на 35 мм. Колесная база также увеличилась на 65 мм и теперь составляет 2895 мм. А клиренс, наоборот, снизился со 165 до 120 мм. Максимальная масса буксируемого прицепа составляет полторы тонны. Мазда 6 и отличается обтекаемым дизайном с клиновидным силуэтом. У него длинный капот, изогнутая крыша и укороченная приподнятая корма. Передняя часть выдержана в классическом стиле марки. Оформленный в стиле Мазда Кода, электрическая шестерка, имеет выразительную решетку радиатора с лодподсветкой, которая информирует о состоянии батареи во время зарядки. Автомобиль в японском дизайне привлекает внимание благодаря таким деталям, как бескаркасные боковые окна, выдвижные дверные ручки, которые вписываются заподлицо с кузовом. Задние фонари на всю ширину с надписью «Мазда» по центру крышки багажника, а светоотражающий эффект нижних частей двери. Навеянные брызгами катера, который летит над водой, усиливает впечатление скорости. Выдвигаемый электроприводом задний спойлер обеспечивает дополнительную прижимную силу от 90 км в час и подчеркивает спортивную элегантность автомобиля. Он снова автоматически втягивается, если автомобиль двигается со скоростью ниже 50 км в час более 3 секунд. А колеса с 19-дюймовыми дисками, кроме спортивного дизайна с пятью спицами и матовых черных поверхностей, также обеспечивают улучшенную аэродинамику. На выбор будет предлагаться 8 цветов экстерьера, включая медный, аэросерый и культовый красный от «Мазда». Автомобиль имеет распределение веса 50 на 50 и многорычажную заднюю подвеску. В компании утверждают, что тщательно настроенные характеристики торможения и управления, которые линейно реагируют на водительские действия, создают ощущение автомобиль и водитель как одно целое. Электрошестерка также оснащена интеллектуальными функциями, включая интеллектуальную систему привода, которая обеспечивает поддержку водителю, а также смягчение последствий аварий. Усовершенствованная интегрированная система управления тормозами обеспечивает плавный переход между ускорением, прохождением поворотов и замедлением. Интерьер, вдохновленный японской эстетикой и философией МА, которая акцентирует внимание на пространстве и покое, излучает чистоту и гармонию. Салон украшен высококачественными материалами, плавными линиями и современным дизайном с плавающей приборной панелью. Панорамная стеклянная крыша – стандартная опция, хотя в комплектации Takami Plus предусмотрена электрическая солнцезащитная шторка для дополнительного комфорта. Интерьер доступен в трех цветах. В комплектации Takami вы можете выбрать между теплыми бежевыми или черными чехлами на сиденье из искусственной кожи. А версия Takami Plus расставляет визуальные акценты посредством сочетания светло-коричневых чехлов с высококачественной кожей NAPA и элегантной замши. Идея встроенных подголовников в едином стиле придает элегантности и комфортности интерьеру. В салоне 14-ти и 6-ти дюймовый сенсорный экран разработан для интуитивно понятного управления и пользовательского интерфейса, похожего на смартфон. В дополнение к сенсорному экрану также есть 10-ти и двухдюймовая цифровая приборная панель и проекционный дисплей дополненной реальности, который проецирует информацию о вождении на лобовое стекло с помощью виртуального 50-ти дюймового дисплея. Из приятного. Снежный режим, улучшающий читаемость в белую погоду с помощью синей подсветки. Звуковая система Sony с 14 динамиками, беспроводное подключение смартфона к мультимедиа. А также опция беспроводной зарядки для смартфонов. Среди функций. Голосовое управление на 9 европейских языках и управление жестами. Мазда позаботилась и о задних пассажирах. Дополнительный сенсорный экран позволяет индивидуально управлять климат-контролем и управлять солнцезащитной шторкой. В общей сложности электрическая шестерка отличается просторным салоном с пространством над головой, 988 мм спереди и 963 мм сзади, которые являются лучшими показателями в классе. Места для хранения продуманы, но их не так много. Основной багажник вмещает от 330 до 700 литров. Если сложить задние сидения, 70-литровый отсек под передним капотом предлагает место для зарядного кабеля и меньших предметов багажа. В дополнение, новинка оснащена шестью умными режимами, автоматически настраивающими функции автомобиля. Режим отъезда поддерживает комфортную температуру внутри для пассажиров или предметов, отображая на экране информацию о возвращении водителя. Режим отдыха готовит автомобиль к длительному отдыху, регулируя сидение и выключая освещение. Режим релаксации настраивает сидение, кондиционер, окна, освещение и музыку для кратковременного отдыха с возможностью установки будильника. Режим автомойки готовит автомобиль к мойке, складывая зеркала и забирая спойлер. Режим частного вызова отключает Bluetooth и меню конфиденциальности. Режим свежего воздуха открывает окно и активирует вентиляционный кондиционер. Кроме того, после оставления автомобиля сидение автоматически отодвигается на 10 см, дверные ручки прячутся, а зеркала складываются с сигналом при запирании. Что касается безопасности, Mazda в дополнение к девяти подушкам безопасности оснащена широким спектром передовых технологий активной безопасности, как предупреждение о выходе из полосы движения, мониторинг слепых зон, передняя и задняя система экстренного торможения, система мониторинга спереди и сзади, предупреждение о перекрестном движении сзади, система предупреждения выхода из автомобиля, если обнаружена помеха, например, проезжающий автомобиль или велосипедист, двери автоматически блокируются, предотвращая их открытие, адаптивный круиз-контроль нового поколения, электронная система шестерки использует камеры с высоким разрешением, миллиметровый радар и ультразвуковой радар для отслеживания окружения, функция мониторинга салона предупреждает водителя, если в автомобиле остались дети или животные. Мазда планирует выпустить новую электрическую шестерку летом 2025 года. Цены еще не объявлены, но Мазда подтвердила начальную цену в Европе около 45 тысяч евро. Это включает в себя шестилетнюю гарантию и восьмилетнюю гарантию на батарею с минимальной емкостью 70%. Спасибо, что остаетесь с нами. Каждое ваше действие, просмотр, лайк или комментарий – это огромная поддержка. Вы помогаете нам становиться лучше и расти. Подписывайтесь, чтобы вместе открывать захватывающий мир автомобилей. Пусть ваши дороги всегда будут безопасными и путешествия незабываемыми. До скорой встречи в следующих выпусках на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова